Наконец-то этот человек здесь! Наконец-то он здесь, ребята! Я так долго ждала этого момента, у меня даже ручки вспотели немножечко, если честно. Привет, расскажи, как ты сюда попал и представься. Привет, ну, кто не в курсе, я ZergTV, стример скромного StarCraft. В том году у нас был стенд на стримпесте, у меня точнее, ну вместе с GoodGame, тогда еще был не такой масштаб этого мероприятия. Привет, пацаны, поставьте Пеку, я хочу Пеку увидеть. Пеку и сердечки, больше ничего не нужно. И, честно, я восхищен происходящим, потому что текущий стримпест, которого я не ожидал, как, наверное, и многие увидеть сегодня, я, наверное, немножко расстроен, что не могу в нем прийти более такое, скажем так, глубокое участие, как именно участник на стенде. Ну, вот как раз позвали на стенд GoodGame, и то спасибо. И то спасибо. Ну да, да, ну спасибо, конечно же, Майкеру. Вообще круто, что GoodGame решил организовать свой персональный стенд и, наконец-то, доносить до людей, до масс о существовании этой платформы, о которой, ну, некоторые люди подзабывают в последнее время почему-то. Ну а то все, твич, твич. Ну да, нужно немножечко похайпить, правильно? Да, нужно, это точно. Пришел смотреть на кого-то конкретного или просто увидеться со старыми друзьями? Вообще, как только я сюда зашел, вот как только появился после входа в основном помещении, ко мне два человека сразу подошло, просто случайно сказали, зерк, привет. И вообще шок, меня люди узнают. Хотя я практически всегда стримлю без вебки. Как им это дается, вообще не представляю. Не, я вообще пришел посмотреть в целом на мероприятие, потому что я был на первом стримфесте, когда он еще был маленьким ламповым, когда у буквально трех стримеров было свои маленькие кабинки, три штуки. И в этом году стримфест поближе, да, еще поближе. Так, нормально, добрый день, всем привет, с вами Зерк ТВ. Ребята, если вы не приходите на стримфест сегодня, вы придете в него не скоро, потому что в следующем году он может быть совсем другим. И чтобы сравнить атмосферу, нужно появляться на всех стримфестах. Чем меньше вас приходит, тем менее популярен стриминг на Гудгейме. Но мы будем стараться, по крайней мере с Машей. Кстати, вот личный, ой, точнее не личный вопрос, а лично от меня я имею в виду. Видела твое видео на ютубе про Sims 4, про старкрафтеров. Расскажи, что это такое, что это такое, что за интересный проект. Мне безумно понравилось, так как я фанатка Sims серии. Вообще, изначально это был целый проект. Мы 4 дня писали сюжет, 4 дня делали все возможное, чтобы это было похоже как бы на кино. Но изначально, изначально это просто планировалась небольшая нарезка, то есть отдельные сцены, взятые с какими-то персональными, индивидуальными особенностями каждого стримера. То есть мы хотели на 1 апреля записать специальный видос именно в Sims, потому что моя знакомая играет в Sims, и она сказала, что можно практически любую идею, любой диалог воплотить в жизнь. И родилась идея как раз взять именно стримеров по старкрафту, ну комментаторов в частности, и как бы засунуть их в мир Sims. Мы придумали офигенную идею, как я уже говорил, 4 дня писали сценарий, озвучивали это все, расставляли по местам. Потом мы придумали, что нужно сделать полноценный фильм, ну как бы сюжетный, чтобы все сцены были между собой связанными, и, короче говоря, начали как просто 5 маленьких кусочков, а потом это склеилось реально в целое полноценное видео. Потом мы постоянно добавляли классную озвучку, клевые музыкальные всякие эффекты вставляли. На самом деле это видео действительно немного людей поняло до конца, потому что все эти фишки и приколы стримеров могут увидеть и понять только люди, которые уже давно на Good Game, которые смотрят абсолютно всех, которые игруально смотрят Помидора, меня смотрят с Аликсом. Короче, люди, которые смотрят Старкрафт уже очень давно. Те, кто, конечно же, пришли в Старкрафт и в стриминг год-два назад, они половину шуток, наверное, не поняли. Но поставьте, наверное, еще пеку в чатик, если вы поняли большую часть шуток из этого видоса. Да, еще один вопрос. Я как раз видела на Good Game новость про турнир. Расскажи поподробнее об этом. Мы решили, если вы вдруг не видели, мы решили с Медоедом объединиться в небольшую группу стримеров. Не то чтобы там борцов за что-то, мы решили вместе поднимать Старкрафт. Вы знаете прекрасно, что далеко не все стримеры сотрудничают друг с другом, комментаторы в частности по Старкрафту. Мы решили сделать такой первый шаг и объединить наши довольно большие аудитории на Ютубе, Твиче, Гудгейме и делать какие-то совместные проекты для того, чтобы можно было как-то сплотить нашей аудитории, сделать одну большую. То есть я вот даже до того, ну не знаю, опустился до того, что создал группу в Дискорде. Я очень сильно удивился, что в нее в первый день вступило 500 человек, то есть оказывается все пользуются Дискорда в 2018. Это прям масштабно, очень масштабно. Вот, и мы решили с Медоедом провести наш первый турнир совместный, мы будем его вместе с ним комментировать с определенной стадии. Поэтому если вы играете в Старкрафт, неважно в какой лиге, или даже если не играете, ребята, поддержите очевидно. Так, ну что же, вроде бы технические неполадки ушли. И мы продолжаем. На самом деле даже непонятно, в какой момент у нас отключился звук. Ребят, в какой момент у нас отключился звук? Так, ладно, не отвлекаемся на чатик. У меня было еще, по-моему, пару вопросов. Ну и, наверное, самораспространенный вопрос. Какие планы на будущее в плане стриминга? Ладно, сразу на всякий случай договорю коротко. То, что мы решили... Сейчас, я поближе к тебе сюда. Мы решили с Медоедом объединиться, чтобы сплотить наше комьюнити СНГшное, устраивать совместные движухи, вот, и решили организовать первый турнир. Очень надеюсь, что многие из вас могут в нем поучаствовать. Если вы интересуетесь Старкрафтом, это будет очень здорово. Поэтому читайте новости на Goodgame, там вся информация есть. Так, а про планы? Ну, планы... В следующем году иметь свой стенд на стримфесте, наверное. В кооперации с кем-нибудь, наверное, потому что одному довольно скучно. Да и надо, чтобы кто-то помогал, подстраховывал. Нужна команда. Да, нужна команда. Вот. И очень бы хотелось добиться... Ну, если ты спрашиваешь о Старкрафте, то добиться трансляции Близзкона. Это самый главный турнир, на который практически никому никогда не удавалось попасть в плане официального комментатора от России. Я очень надеюсь, что в следующем году у нас будет возможность это сделать на более высоком уровне уже со студией. В партнерстве с Федерацией компьютерного спорта Москвы. Вот. Это самая главная задача на следующий год. В этом году уже не получится, потому что... Ну, права, как бы, и планы на этот год расписаны. Так что, любители Старкрафта, мы будем бороться за Старкрафт, как сможем. Отлично. Отлично. Самый, наверное, популярный вопрос именно на твоих стримах. На что же ты собираешь донат гол? Ну, и что вообще произойдет? Рассказывай нам все. Все свои секретики. Я куплю себе большой компьютер. Шутка, конечно. Но вообще, я... Сейчас чуть поближе сделай. Вообще, я очень хотел выбрать такой более правильный момент для этого. У меня давно была идея сделать это на стримфесте, сказать вообще, что это. Вообще, изначально я планировал это 22 апреля, то есть завтра, во время Нейшн Ворса. Кто хочет, приходите, обязательно посмотрите. Вот. Но есть у меня для вас одна идея. Точнее, не идея, а возможность сказать, что я все-таки хочу. Ну, вы все прекрасно знаете, что без этого не может обходиться практически ни один человек. Я бы даже сказал, ни один парень. А если более точно, то ни один стример. То есть это очень необходимая необходимость для каждого стримера. То есть многие об этом думают. Кто-то задумывается поздно, кто-то думает об этом слишком редко. Кто-то вообще не думает об этом никогда. Кстати, вот интересно, а ты об этом думаешь? Иногда. Иногда задумываюсь, но просто думаю об этом. А мы точно об одном этом же думаем? Я не знаю, смотря... Что-то сложный вопрос, пошли. Это я у тебя интервью, между прочим, беру. А, ну да, забыл, прости. Ну, в общем, сейчас покажу. Сейчас. Так. И что же это? Я решил пожениться. класс да а ты сегодня один пришел или нет нет конечно отлично отлично ну что же лично я очень рада за тебя и думаю весь чат тоже рад это это безумное безумно круто класс спасибо большое я очень долго этого ждал и если кто-то не в курсе мы уже два года живем вместе об этом никто как правило не догадывался ну а более подробно я уже на своих трансляциях об этом когда-нибудь расскажу и покажу но стримы не прекратятся ребята ни на один день ни одного часа в день не уменьшится от этого количества стримов вот так вот ребята вот так вот спасибо тебе за крутое интервью я тебя отпускаю гулять отдыхать и радоваться жизни спасибо большое маша подписывайтесь на машку подписывайтесь на меня приходите на гудгейм качайте приложение гудгейма ребята она работает она работает и работает хорошо смотрите стримы почаще и не забывайте что гудгейм был есть и будет правильно спасибо маш тебе спасибо пока 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 ей гудгейм и гудгейм